Всем привет, с вами Адам, здесь про бетонирование дворов. Итак, объект снимался вот этот, два года назад, тогда я не знал как пользоваться камерой, была всего одна камера простенькая, я понятия не имел, как ее настраивать. Ну и вот получается так, что получается вот такое видео. И у меня еще осталось на флешке еще одно видео, вот такого формата, тоже двухлетней давности, я еще его сделаю и все, дальше пойдет видео в режиме реального времени, уже сняты со всякими штуковинами, стабилизаторами, треногами, я столько всякого купил интересного, буду все это использовать. Ах да, это же мое второе видео с озвучкой, забыл сказать. И подпишитесь на канал, потому что я буду делать контент лучше, наверное, вот. И планирую прям вообще красиво все сделать, рассказать, как с нуля сделать вот такую же фирму. Вот буду рассказывать с нуля, может кому-то захочется такую же себе сделать. Либо если кто-то захочет забетонировать себе двор, вы сможете по видеороликам понять, как вам сделать себе относительно недорого бетон во дворе. Либо вы можете, если у вас есть какой-то вопрос, который, вот, вы не видите ответов в видео, вы можете написать мне в комментариях, я отвечу. Либо, может быть, даже сниму отдельное видео. И все. В следующих видео я буду уже прям в режиме реального времени снимать, что я делаю, как я готовлюсь к работе. Сезон у нас начнется где-то в начале марта. Я буду рассказывать, что я делаю, как я делаю, что я покупаю, сколько это стоит, какие действия я делаю, там договора, всякие. Ну, так, вернемся к этому объекту. Здесь двор примерно 100, ну, так, сейчас на скидку, там, вон, справа две доски с 12 метров, и здесь еще 6, ну, где-то в районе 140 квадратов плюс дорожка. Ну, короче, 150 квадратов двор. На этом дворе, ну, уровень я отбивал опять нивелиром, хотя можно чем угодно его отбить, можно гидроуровнем, оптическим нивелиром, чем угодно, можно, что угодно можно сделать. Так вот, нивелиром я отбиваю общий, просто ровный горизонт всего двора, просто ровную линию, и все. А потом от этой ровной линии уже отмеряю руленочкой и сделаю определенный уклон. Уклон полтора сантиметра на один метр. Это хороший уклон для двора. Либо можно сделать один сантиметр на один метр. Это уклон уже поменьше, здесь вероятность маленьких луж. А маленькие лужи, вообще, обычно, они всегда во дворах есть, даже если вы плитку постерили, либо асфальт там закатали, либо бетон залили. Маленькие лужи, радиусом, там, 10 сантиметров, 15, они будут, потому что вот именно в бетоне, это осадка бетона называется, то есть бетон залили, поскольку он с уклоном, его нельзя провибрировать. А когда он высыхает, где-то, где щебня меньше, а больше песка, это место чуть-чуть опускается и делает, там, миллиметровую ямку. Вот так. Поэтому лучше делать полтора сантиметра, тогда даже из этой маленькой ямки будет вода уходить. Но и все равно не исключено, что останутся лужи во дворе. Вот этот объект, это у нас был первый день, мы приехали, мы сюда завезли 10 кубов песчаногравидной смеси. Это порядка 30 тонн веса, один большой еврокамаз. Мы загружали это все трактором, трактор зовут Игорь, либо Хайсен 380. Ну, мне привычнее говорит, Игорь, очень хорошая техника, я ее, к сожалению, продал и пока не знаю, как купить другую такую же. Вот, Игоря можно загрузить одну машину в течение двух часов в тачке, либо просто в течение получаса растащить по площадке. Это очень-очень удобно и очень быстро. Люди не устают, техника делает все быстро. Причем технику, ну, как бы, не напрягаем. Поскольку я не умею, ну, тогда не умел делать съемку, получается вот то, что получается. Вы видите кусок видео, где мы уже заливаем, хотя только что делали подготовку. Ну, потому что вот так мы раньше снимали. Вот, эту мою дорожку сделали по 2 метра, термошвы разделили, чтобы трещинки были в термошвах. И сделали его брашированным бетоном, и кромку сделали, ну, кромкой. Кромкой сделали кромку вокруг плиты, и получается очень прикольно. Вот. Про маяки. Если вдруг вы себе заливаете, то вот вам история, как просто поставить маяки. Я уже сказал, как сделать уровни. Исходя из этих уровней, как вы делаете уклон во дворе, вы ставите опалубку. Опалубку нужно хорошо укрепить. Ну, хотя бы через каждый, там, 60 сантиметров забить колыш. Верх опалубки должен быть, ну, по лесочке. Получается, ну, как бы понятно, верх опалубки это леска, где у вас будет бетон. Затем, если вот у вас, например, квадрат, как у нас, то вы натягиваете шнурку, например, через 2 метра. И эта шнурка, это вот ваш бетон. Вы забиваете вдоль нее колышки через каждые, там, 3 метра. 2 колышка. И под леской эти колышки прокручиваете саморезом. У вас получается 2 колышка в земле, между ними леска, и на уровне лески саморез. Вот такая система. И по этой лесочке вы забили колышки. Берете ровную, длинную доску, присмотритесь на нее, посмотрите со всех сторон, она была ровная. Вообще, всегда это новый лес использовали мы раньше. Сейчас мы заливаем по-другому, но, тем не менее. И ставите досочку. Получается, низ доски, это уровень бетона. И вот видите, 2-х метровая доска, на ней сверху забит этот ограничитель по высоте. И вы просто стягиваете бетон на себя. Не нужно допускать до того, что у вас бетона налилось выше доски, уже просто куча здоровая. Для этого не нужно допускать. И, кстати, важная ремарочка. Если вдруг вы тренируете себе сами, ни в коем случае не заказывайте миксер. Потому что обычный средний двор, это порядка 50-60 квадратов, это минимум, обычно больше, до 100, до 200. И если к вам приехал миксер с 9 кубами бетона, а я напоминаю, что 1 куб весит в районе 3 тонн, и вам приехало их 9, округлим до 10, вам приехало 30 тонн веса в миксере. И не всегда миксер может заехать во двор, а даже если он и заедет во двор, у вас просто кукуха поедет, этот бетон выравнивает. Тем более, если у вас нет специального инструмента, и у вас нет привычки эту работу делать постоянно. Это как у тяжелоатлета, ему легче поднять, не легче, он просто может поднять какую-нибудь тяжелую гильку, когда обычный человек не может. Так же и в бетоне. Если вы никогда это не делали, лучше такими объемами не пробуйте, лучше заливайте там 20 квадратов, 10 квадратов, не больше, иначе вы сделаете это некрасиво и некачественно. Бетон мы используем марки М300 для промышленных полов. То есть это бетон более запесоченный, это не товарный бетон, это бетон запесоченный, подвижность у него P3, и в нем добавляется еще фиброволокно, но это мы добавляем отдельно по приезду миксера, мы добавляем еще фиброволокно с расчетом 1 кг на 1 куб. Вот такой бетон для промышленных полов, у него плюс в чем? Во-первых, в нем есть песок, в отличие от товарного бетона, где 90% это щебень, даже 99%. Там просто щебень и вода, там вообще песка нет, потому что у щебня марка выше, чем у самого бетона, поэтому щебня больше, песка нет, получается он и дешевле, и крепче, но он не для дворов, он для фундаментов и для блоков ФБС. Может вы когда-нибудь видели опалубки такие, либо какие-то стенки, где просто щебень, там просто вот щебенка и все, это вот товарный бетон, который еще и не провибрировали. А именно для заливки двора используется бетон для промышленных полов, там чуть больше песка, он можно сделать толщину чуть меньше, если надо, и подвижность P3. В крайнем случае, если жарко, P4, P5 уже не используется для дворов. Мы заглаживали бетон, тогда и стартовый полутер, и финишный полутер. Вообще, если делать себе под плитку бетон, ну мы так называем под плитку, то есть это один раз затереть и как бы оставить его в покое. Он в принципе неплохо выглядит, вот как сейчас на видео. Единственное, что когда ты делаешь каждый день эту работу, хочется сделать ее максимально гладкую, максимально красивую, поэтому мы затираем и один раз, и второй, и третий. Хочется сделать максимально гладко, чтобы вообще было красиво, чтобы человек увидел работу, и она выглядела лучше, чем он ее сам себе представлял. Не забывайте подписываться на канал, я буду регулярно выкладывать видео, надеюсь, что даже может быть больше, чем два видео в неделю, потому что объекты мы делаем в среднем два дня, три дня один объект. Вот, и вот я так примерно прикидываю, что как только начну работать, будет прям много видео, кому-то будет интересно это в плане просто смотреть, как другие люди работают. Мне очень, например, нравится смотреть, как кто-то работает. Вот, есть еще люди, которые смотрят, чтобы себе сделать, и они ищут ценную информацию, а я напоминаю, чтобы получить ценную информацию, напишите в комментарии вопрос, какая информация вас интересует. Если это вопрос какой-то сложный, интересный, я сниму отдельное видео. Если это просто вопрос, как приготовить бетон, то я просто в комментарии отвечу, как вы готовим их, чтобы он у вас не рассыпался в следующем году. Также не забывайте подписываться на канал, потому что ваши подписки делают, они ничего не делают, просто приятно от того, что люди подписываются и смотрят, хочется набрать, ну там хотя бы, не знаю, 100 тысяч человек, чтобы было подписчиков, у нас сейчас их 44. Но это тоже неплохо, потому что каналу 7 дней уже 44 подписчика, мы растем. На эту видеосъемку не попадет это, но вот от дерева в сторону дома мы двор разрежем пополам вот так, и вот ровно по центру, короче, мы его крестом разрежем специальным мастерком, вот так же, как мы разрезали, получается, дорожку таким мастерком. Это термошвы, потому что бетон треснет, как его там не армируй, как не заливай, он от линейного напряжения, он просто лопнет. Если его так нарезать, то он с большей вероятностью лопнет именно в этом месте, где вы его нарезали. Вот, но поскольку это видео, его просто нет, либо оно есть, но я его не смог найти, чтобы сюда его запечатать. Субтитры сделал DimaTorzok И все забавно было, вот эти скейты, которые я отремонтировал в другом видео, про них рассказывал. Мы хотели с заказчиком сделать такую же брашированную дорожку, вот, от дорожки, дорожку к входу в дом. Что-то там у нас не получалось, и мы решили просто сделать термошвы от этого места слева. Там стол у них стоял, как беседка что-ли. Вот, мы решили просто это место отделить, чтобы там трещин не появилось. Ну и все, и загладить бетончик. Ничего не делать у них по брашированному бетону, потому что не помню почему. Кстати, вот тогда мы это делали веником, а сейчас у нас для этого инструмент, который стоит 11 тысяч. Забавно. Вот так. И если вам не сложно, подпишитесь на канал. Ну, для меня это важно. Спасибо. Пара-па-па-пам-пам. Пара-па-пам.